Боевики продолжают стрелять по мирным жителям на Донбассе. В Марьинке минувшей ночью снарядами разрушили 4 частных дома. Обстреливают и позиции украинских военных. Сюжет нашего военкора Ирины Баглай. 7 метров человек, еще 7 метров человек. И вот так. И желательно быстрым ходом. Потому что вот этот участок у нас простреливается здесь. Донбасские степи, крутые балки, ландшафт возле Дебальцева не позволяют боевикам приблизиться к украинским позициям. Поэтому российские наемники простреливают наши опорные пункты из крупнокалиберного оружия. Бачу их позицию. Бывало, но редко. БМП-выходы с их стороны. В основном, работают с пулеметами. БМП-1? БМП-1, да. А так, ПКМ, пулемет 72 калибра и ДШК 12-7. Вчера ночи пристрелили. Короткими ночами. Перемирие днем. А вот с наступлением сумерек над степью снова летят вражеские пули и снаряды пушек БМП. Бьют боевики с двух направлений. И с третьего начинает работать снайперская группа. Вот оттуда потихонечку подходят люди. И направление, вот сожженная БЭХа, оттуда лупит по нам снайпер. Где-то по горизонту, вот у него там 2-3 лёжки есть. Он с одной ударит, перейдёт на другую, другую ударит. И так это... Ну, грамотно работает. По данным нашей разведки, в окрестностях Дебальцево на днях прибыла многочисленная группировка профессиональных снайперов. Как в тире стреляют по украинским пехотинцам. До 30 человек, там, всевозможные, это вот снайперские группы. Вот они работают там по всему направлению, вот здесь вот. Это отрабатывают учения. Недавно застрелили парня во время, когда он копал позиции. Да, то есть это не пулемётчик, это не офицер, это не снайпер. Это просто вот человек, который находился там на земляных работах, да. Долбай, долбай! Закаменелая земля, сланец. Не каждая взрывчатка возьмёт эту породу. А вот бойцам приходится кирками и лопатами закапываться поглубже, чтобы обеспечить себе безопасность. Готовые к вражеским обстрелам украинские пехотинцы предусмотрительно вырыли укрытие и вдоль самой опасной тропы, по которой не раз приходилось добираться до передового рубежа. Чтобы можно было упасть и укрыться. А накануне боевики, откровенно пренебрегая договорённостями, нарушили хлебное перемирие. Утро на Светлодарской дуге украинские солдаты и жители села Луганское встретили под выстрелы вражеского танка. Вчера, где-то в четвертую ранку, выехал танк и сделал больше 10 пострелов. Целились по наших позициях, но, поскольку мы защищаем населенные пункты, как бы за нами есть населенные пункты, то они не думают, они могут потрапить, их выстрелы обовязково потрапляют и в населенные пункты, в каких достижит цивильное населенное. В этот раз никто из местных жителей не пострадал. Выдержала удар и украинская пехота.